Босс, задают вопрос про рабство. Кто такой раб? Ну, тут, да, тут, как обычно, т.е. вылезла толпа интеллектуалов, которые принялись рассказывать, что на самом деле пирамиды египетские строили не рабы, а свободные граждане. Т.е. тут, как обычно. Причем тут это? Пирамиды – это, можно сказать, великие комсомольские стройки, т.е. это предмет религиозного поклонения строятся во славу Бога, как церковь, и то, что их строят свободные граждане, т.е. для своего Бога – это абсолютно нормально для свободных граждан. Теперь главный вопрос – то, что пирамиды строили свободные граждане, это напрямую говорит о том, что в древнем Египте рабов не было. Т.е. если тебе так кажется, тебе к врачу надо не мне вопросы задавать, а сразу к доктору, чтобы тебя пролечили как следует медикаментозно, потому что древний Египет был рабовладельческим государством, там были рабы. Кто такой раб? Ну, хорошо было в книжке у гражданина Плиния, по-моему, написано, не помню, у Катона, блин, есть хорошая древнеримская книжка. Первое, и оно же главное – раб – это не человек, это надо понимать, это не человек, это говорящий инструмент. Его можно купить, его можно продать, его можно убить. Теперь вопрос – советского крестьянина, колхозника можно было продать? Нет, нельзя было его продать. Можно было его купить? Нет, его нельзя было купить. Может, он работал бесплатно? Нет, он не работал бесплатно. В каких правах был ограничен советский колхозник? Сейчас вот тут же скажут, что у них не было паспортов, представляешь, вот у них не было паспортов, а значит, они не имели никакой свободы передвижения. Тогда сразу вопрос – вот стройки коммунизма, на которые прибыло – у меня с цифрами плохо, вы цифрами можете интересоваться сами и отдельно – сколько крестьян прибыло на стройки коммунизма? Ну, одни вам скажут 18 миллионов, а другие скажут 30 миллионов. Поинтересуйтесь, проверьте. И если это по минимуму 18 миллионов человек, ну вы сами себе хотя бы попытайтесь объяснить, как при отсутствии паспортов 18 миллионов человек оказалось в городах и на стройках коммунизма. Попытайтесь объяснить. Возможно, вам будет интересно. Является ли колхозник рабом? Нет, не является. Вы изучите определение, что это такое, как это, как это прибыльность рабского труда. Там, кстати, мы еще дальше к этому вернемся – к рабовладению и рабам. Так что любые сравнения тружеников, колхозов и совхозов с рабами – это идеологическая пропаганда. Вам срут в головы, а вы это жрёте. Не надо есть говно, попытайтесь включить башку. Спасибо, пожалуйста.